всем доброго дня в эфире хроника западном азербайджана мой собеседник профессор азербайджанского университета архитектуры и строительства эльшан гурбанов добро пожаловать добрый день добрый день эльшан мялем как вы оцениваете последние процессы происходящие в регионе как воспринимается на международной арене позиции азербайджана регион у нас очень сложный это прекрасно знаете исторически эта земля конфликтов в этом регионе всегда были интересы разных странных в определенные времена интересы представляли тюркские турецкие татарские христианские восемнадцатом девятнадцатом веке конечно же в первую очередь интересы представляли религиозные общины и именно с точки зрения религиозности и религии страны выбирали себя союзников даже в двадцатом веке надо признать что в некоторых случаях религия представляла наиболее значимое направление и интерес для выбора союзников сегодня в 21 веке как мне кажется культурологические вопросы очень интересны культурные связи они интересны но в первую очередь правящих мира сего все-таки интересуют деньги и с этой точки зрения когда мы рассматриваем регион южного кавказа сильные страны выбирают себе партнеров не по религиозности не по религии а больше по параметру насколько страна развита насколько она экономически сильно и в принципе у каждой страны здесь в регионе достаточно богатом регионе надо признать есть свои экономические интересы то есть деньги это одно из самых важных звеньев принятия решений по поводу региона и европы и соединенные штаты и россия и турция и иран и даже наши восточные соседи казахстан туркмения наши ближайшие соседи грузии наши соседи с которыми мы до сих пор еще не разобрались в наших отношениях они все рассматривают азербайджан с точки зрения азербайджан экономического развития азербайджан и фактом является то что на сегодняшний день азербайджан является по всем экономическим параметрам самой развитой страной южного кавказа мы знаем что президент россии владимир путин совершил государственный визит в азербайджан и этот визит вызвал большой интерес во всем мире как вы оцениваете этот визит как его можно оценить с точки зрения безопасности и развития на кавказе россия имеет достаточно сильное влияние на южном кавказе всем это прекрасно известно исторически на протяжении последних 200 лет россия в этом регионе является лидирующей страной и визит президента россии владимир путина нельзя недооценивать и мы можем сказать что это знаковые события в любое время при этом вопросы которые обсуждал владимир владимирович с нашим президентом они непосредственно связаны с безопасностью на всем кавказе они связаны с безопасностью они связаны с экономическим развитием они связаны и отношением стран не только друг другу но экологии кавказа вопросы которые поднимаются во время визита президента россии они всегда обширные они и гуманитарные и экономические и чисто политические и мы знаем что на сегодняшний день вопросы которые были подняты они касаются такого важного проекта как север-юг это логистический проект в котором имеют интересы все стороны этого коридора начиная с россии и до индийского океана вопросы которые обсуждались в экономическом смысле они тоже интересны в том что на сегодняшний день азербайджан является одним из основных поставщиков природного газа в европу при этом в результате переговоров с газпромом и владимир владимирович с нашим президентом можно предполагать что внутренние свои потребности азербайджан может покрывать за счет российского газа и освободившиеся ресурсы транспортировать уже дальше на европу в области гуманитарных связей вы знаете что вопрос создания нового университета азербайджана российского университета стал во главу угла и создание этого университета само по себе показатель отношения азербайджана к россии отношения азербайджана к русскому языку и отношения азербайджанцев к русскому языку и к россии точки зрения безопасности региона россии является стороной присутствующей во время подписания соглашения о прекращении военных действий во время Второй Карабахской войны. В армянских СМИ существуют различные мнения, взгляды в отношении визита Путина. В некоторых источниках упоминается, что в регионе могут возникнуть серьезные проблемы. После того, как официальный реванс, склонившись к Западу, отвернулся от России, в более широком смысле может ли это сотрудничество Москвы и Баку привести к каким-либо изменениям в регионе? Вы знаете, есть такое понятие, как стратегия политики какой-то из стран. Стратегия политики России общеизвестна, она понятна. То есть Россия желает иметь свое влияние в регионе. При этом, если мы говорим о мнении наших соседей, безусловно, у них мнение кардинально противоположное нашему. Если мы визит Владимира Владимировича Путина оцениваем как невероятно позитивный, с хорошими результатами, с продолжением, с перспективой, естественно, что ревностное отношение наших соседей к нашим отношениям с Россией приводит к тому, что они могут писать и говорить все, что хотят. Другой вопрос, как они себя ведут в этих отношениях. Естественно, что исторически, помните, мы говорили о том, что в 19-18 веках страны выбирали себе партнеров по религии. В 21 веке все чуть-чуть меняется. Экономические отношения, они важнее не бывают, даже религиозных отношений. И на религию уже не столь обращают внимание. Но другой вопрос, что Армения, которая привыкла быть стратегическим вассалом России, вдруг оказалась в стороне от центральной дороги. А почему она оказалась? Это ее было решение, это ее решение перехода к якобы демократической Европе. Им подумалось, что им можно сидеть на двух стульях одновременно. Они пробуют сейчас найти себе патрона. И непонятно где, то ли в Индии, то ли в Европе. Но при этом они должны прекрасно понимать, что близкий сосед, он всегда лучше дальнего родственника. Понимаете? И искать за 3-9 земель себе патрона, при этом портить отношения с ближайшим, причем стратегически важным и сильным соседом, я не думаю, что это показатель мудрости. Вильчан Аль, мы знаем, что после Карабахской войны, Второй Карабахской войны, на повестке дня стоят вопросы Зангизурского коридора и подписания мирного соглашения. Как вы думаете, удастся ли открыть коридор и подписать это соглашение? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Один из самых сложнейших вопросов современной политики на Южном Кавказе. Да, конечно, безусловно, подписание мирного договора – это приоритет. И без подписанного мирного договора говорить о перспективах развития региона, взаимоотношений в рамках региона, взаимоотношений между Арменией и Турцией, между Азербайджаном и Ираном, между Арменией и Азербайджаном. То есть тут настолько спутанный клубок, который надо со временем потихонечку распутывать, для того, чтобы наладить отношения. Но при этом надо иметь в виду, что история политических отношений, особенно отношений после войны, например, между Советским Союзом, Россией и Японией, показывает, что до сегодняшнего дня нет мирного соглашения, мирного договора между Японией и Россией. Однако взаимоотношения есть, дипломатические отношения есть. Насколько Армения готова к такой перспективе? И при этом я вас уверяю, что в данном случае, в нашем случае, неподписание мирного договора приведет к изоляции последующей Армении. Это не ситуация между Японией и Советским Союзом. К каждому решению, каждая страна должна прийти сама. До тех пор, пока Армения не поймет, что этот коридор, Зандизурский коридор, он им выгоден для их же экономического развития, я думаю, что наше руководство никогда не будет давить. У нас уже есть своя дорога Насчевань через Иран. Мы прекрасно обходимся без Зандизурского коридора. И я вас уверяю, что Армения сама обратится к нам с желанием открыть дорогу, которая будет промежуточным звеном большого шелкового пути. И они прекрасно понимают, что если они не пойдут на это, все дороги будут проходить сверху через Грузию, снизу через Иран, а они будут сидеть со своим Суникским коридором. Вопросы мирного соглашения, они упираются в нежелание рассматривать Армении официальные документы, в которых черным по белому предъявлены территориальные претензии к Азербайджану и к соседям, не только к Азербайджану, это и к Грузии, и к Турции. То есть в 21 веке, которая страна, которая на законодательном уровне предъявляет территориальные претензии к своим соседям, ни к чему хорошему прийти не может. Армяне периодически выселяли азербайджанцев, уничтожали принадлежащие нам топонимы и пытались завладеть территорией, принадлежащей азербайджанцам и тюркам, как по исторической принадлежности, так и по этническому составу. Что вы можете сказать об этом? Вы знаете, это очень тяжелый вопрос. Мне, как уроженцу Георчинского махала, достаточно тяжело отвечать на эти вопросы. Когда человек лишается своих исторических корней, и у него нет возможности посещения могил своих дедов, прадедов, это достаточно тяжело. И это продолжалось на протяжении многих веков. Мы, наш род, мы изначально проживали на берегах озера Георча. При этом наши владения, наша земля, наши дома, они были ближе к золотоносному руднику ЗОД. ЗОДскому золотоносному руднику. Почему я говорю тяжело? Потому что еще в детстве, когда мы ездили отдыхать в горы, то есть мы тоже в горах были, а мы поднимались еще выше за 2000 метров над уровнем моря, там было место, которое старики называли, что не ходите туда. Не ходите, это по-азербайджански звучит Сюмюч Тёчулендаря. Это вот ущелье всегда нашим внукам и правнукам будет напоминать, что туда в конце 19-го, в начале 20-го века были выброшены не просто караван или караваны, деревни. Во время Советского Союза вроде бы мы стали это забывать, в Азербайджане в особенности, скажем, в результате политики партии и правительства. Толерантность в Азербайджане до сегодняшнего дня тоже существует, но выходцы из Армении, особенно те, которые знают, что за ущелье существует на наших исторических землях, как Йойча Магалы, это сложно забыть. Я не хотел бы, чтобы мои внуки об этом забывали. Я уверен, что чем сильнее мы будем экономически, в военном отношении, политически, тем сильнее нас будут уважать и на международном уровне, и наши соседи. И те вопросы, которые поднимались в 40-е, в 50-е годы советским правительством по поводу переселения наших соплеменников с насиженных мест из Армянской социалистической республики и в другие места, это и Средняя Азия, и степная зона Азербайджана. Я думаю, такого больше не повторится. По крайней мере, мы не должны позволить кому бы то ни было, не важно кому. И наша сила как раз в том, что мы и в военном отношении, и в экономическом отношении, и в политическом отношении, и на международном уровне, мы можем показать себя, мы можем заставить нас уважать. И показателем является наше участие во многих международных организациях и выступления нашего президента на международных форумах, международных организациях. Это то, чего мы смогли добиться за последние 25-30 лет. И я думаю, это уже надолго, если не сказать навечно. Вы побывали во многих зарубежных странах и работали в международных организациях. Как воспринимается на международном уровне политика фальсификации, этнических чисток и геноцида, проводимые армянами? Надо признать, что граждане других стран, они больше, как бы, они живут своей жизнью, своими проблемами. До недавнего времени, когда я первый раз попал в Японию, когда я говорил, откуда я из Азербайджана, они никак не могли понять, где Азербайджан находится. И то, что Азербайджан сегодня на слуху у многих людей из разных стран, международных организациях, это, безусловно, наша внутренняя политика и внешняя политика. В результате нашего экономического развития у нас развивается спорт, культура. Мы рекламируем с помощью фонда Гейдара Лиева «НашМугам». В этом отношении Азербайджан является действительно одной из уникальных стран бывшего Советского Союза, которая сумела найти свое место в международном сообществе. И я помню случай, когда мы собрались, там было много людей, дипломатов из разных стран. Это были из Америки, из Франции, из африканских стран. Ну, естественно, был я и один из дипломатов наших соседей, это был в Японии. И наш сосед, он очень усиленно продвигал идею того, что вы знаете, мы вот, Карабах наш, мы его взяли теперь вот, ну, в таком плане все. Что это наша земля и так далее. На что я спросил его, а сколько азербайджанцам-то осталось? Естественно, никого. А сколько азербайджанцев осталось в Армении? Естественно, ответ – никого. Я говорю, ну, может быть, тогда я бы очень хотел, чтобы наши друзья, ну, выбери кого-нибудь, двух, трех человек из тех, кто присутствует. И я готов даже оплатить нашим гостям поездку, с тем, чтобы они поехали и посмотрели, что творится в Азербайджане, как живут в Азербайджане. Это разговор конца девяностых. Как живут в Армении. И мы сможем договориться, чтобы они могли проехать в Карабах. И тогда они увидят, что если люди не растят детей, не сеют хлеб, не делают вино, если там нет жизни, где бы то ни было, неважно, Карабах это или кто-то, даже если ты сегодня завоевал, кому это надо. Надо ли это тем людям, которые живут там. Ну, ты вот хвалишься, что мы вот победили. И теперь у меня тот же самый вопрос после нашей Второй Карабахской войны и после нашей победы. что они сделали за 30 лет и что мы сделали во главе с нашим президентом, который утвердил программу развития Карабаха и великого возвращения. И что сделали мы? Три международных аэропорта. Задумайтесь. Вопросы охраны окружающей среды, экологические вопросы, умные города, дороги. Это все за короткий период. То, что другие страны тратят на такие проекты, я бы сказал, десятилетия. Вы представитель интеллигенции западного Азербайджана, один из известных специалистов в области экономики, машиностроения. Как вы оцениваете возвращение на родину уроженцев западного Азербайджана? Может ли это воплотиться в жизнь? Безусловно, это будет. Это обязательно будет. Если помните, мы с вами говорили, об учили, где до сих пор находят зубы, волосы, кости. Люди, которые проживают, проживали и будут проживать на тех территориях, очень интересный народ. Я могу точно сказать, что есть немало наших соплеменников непосредственно с нашей деревни, с нашего региона, которые, если юридически, будет возможность, скажем так, инвестировать в экономику Азербайджана, говоря, инвестировать, я имею в виду, пойти и выкупить дома своих прадедов, дедов. Даже несмотря на то, что их отобрали в свое время, выгнали. Есть категория людей, которые сегодня готовы заплатить за дом прадеда, деда, с тем, чтобы, когда захочу, я могу пойти там жить. И это будет. И это соответствует всем международным правилам. Хотят они развиваться, хотят они экономически быть стабильными. Они должны жить нормально с соседями. Они должны следовать всем международным законам и правилам. И поверьте мне, по этим же законам, как иностранцы, мы будем иметь право идти и жить там, где нам хочется. А как произойдет вопрос возвращения, великого возвращения обратно для того, чтобы люди там жили? Это вопрос очень сложный. Он должен быть политически выверенным. Он должен быть юридически обоснованным. Это долгий процесс. Но короткий путь. Это я иду и покупаю дом своего деда. Все. Спасибо большое. Спасибо вам. А я хочу напомнить, что в эфире хроника западного Азербайджана и моим собеседником был профессор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Эльшан Гурбанов. Спасибо. Продолжение следует...